Всем привет! Кто-то у меня здесь кричит, потому что хочет на улицу, хочет на улицу. А я собралась в зоомагазин съездить, и в итоге нарядилась. Все говорили о том, что, точнее не все, а некоторые заметили, что платье просвечивает, да, в зависимости от освещения, поэтому я подела такой бралет спортивный, и он такой тоже светло-розовый, и не видно. У меня сегодня был такой замечательный день, я с утра съездила в тренажерку, это у меня прям зарядилось силами, потом я пошла, позагорала на нашей круглой кровати, я до этого загорала на траве, не знаю почему, когда у нас есть специальная кровать для солнца, да хватит кричать! Текстер! Вот, и я набрала шланг, вот этот вот, который расправляется, зеленый, который я вам до этого показывала, я его набрала водой, выключила воду, и потому что жаришь такая была, я из него себя периодически поливала. Вот, теперь скупалась, надо съездить в зоомагазин и в ветеринарку, и сейчас у меня возвращается муж с работы, который ходит теперь на работу, ему будет делать барбекю. У нас последние деньки тепло, и следующую неделю обещают, ну тепло, 20 градусов, но уже с дождями, посвежее. Я на самом деле рада, я так долго жить в такой жаре не могу, если ты не сидишь перед бассейном все время, то так довольно тяжело. А я уже вернулась из зоомагазина, и в ветеринарку еще заезжала. Здесь поставила маленький лоточек для Макса, чтобы он не писал на ковер, но мне казалось, что ему надо поближе, потому что у нас там на втором этаже стоят. Я, помните, радовалась, что он перестал ходить на ковер, так вот, он не перестал. Поэтому ковер у меня сейчас так завернут, поэтому сюда ходит Декстер в итоге, а не Макс. И я поменяю на другой лоток, покрасивее, закрытый и побольше, потому что он слишком маленький. А этот лоток поставлю наверх. А еще для Макса я купила, потому что ветеринарки у нас... Я думала, что это как-то почки, возможно, да, но что нужно проверять? Его проверили на всяких паразитов, у него нет. И сказали, ну, если ходит, ну что? Я говорю, может быть, почки ему надо УЗИ сделать? Нет, ну, возьмите, это даже не лекарство, а так, не знаю, вот такая штука. Вроде бы для мочеиспускательной системы, если она воспалена, то... Но они не будут проверять, воспалена она или нет. То есть вот это вот пропитие, воспалена она, не воспалена, это уже не важно. Ну, знаете, как... Ну, у нас, в принципе, для людей такая медицина в Швеции. Болеете? Лечитесь. Вот так вот. Все. Вот. И чтобы избавиться от запаха на ковре... Блин, Декстер чуть не упал. Дурак такой вообще. Я взяла вот такую брызгалку, в ней содержится аммиак, поэтому она, в общем, помогает умевать запах. И лаванда. Лаванду кошки не любят. Я еще также купила ароматическое масло... Не ароматическое масло, а как оно называется? Ароматическое масло? Ну, вот... Эссеншел. С лавандой. Потому что кошки, почувствовав лаванду, не будут больше писать на ковер. Я надеюсь. Проверим. Мне пришло сообщение, что доставлена посылка из Asos. Посмотрите, что я заказывала. Вполне себе такое хорошенькое. Не супер короткое. Правильно? Все. Вот так вот оно выглядит на девушке, которая ростом такого же, как и я, роста. А теперь смотрим, что я получила. Это что? Это что такое? Что это? Во-первых, оно супер короткое. Во-вторых, это что за пышность, когда здесь такой нет пышности. У нее какой-то подъюбник здесь, у этой штуки. И вообще, как баба на самовар. Просто. Такая Маруся. И второе платье. Не знаю, вот только оставить или нет, но просто вот сейчас, когда жара, оно прям замечательно. Такое легкое, тонкое, короткое. Потому что в длину, в котором я сегодня была, тоже жарко. А здесь вроде бы все, ты идешь и вот так вот все продувается. Но немножко просвечивает. То есть, в принципе, когда хочется его носить летом в такую жару, хочется, чтобы без белья. Да, тоже поедет обратно. Вот онлайн нужно заказывать в тех местах, где легко можно вернуть все обратно. И бесплатно желательно. Но вообще нежелательно. Если возврат платный, я даже, наверное, не буду заказывать, если 100% не уверена в вещах какой-то. Ну, да. Поищу другое какое-нибудь платьишко. Смотрите, какие мне красивые цветы муж принес. И он там уже начинает готовить. Гриль разогревается. Тут у нас... Самый хороший муж. Да. Самый-самый. Кукуруза, спаржа, грибы с сыром Филадельфия в беконе. Сосиски, картошка. Сейчас буду делать салат. А у нас тут ужин готов. Кстати, вот в той штуке я сегодня загорала. Круглый. Что у нас здесь? Салатик со сметаной. Ммм, всякие овощи, соус для мяса, винный, картошка молодая, вино лёгкое, летнее. Ох, красота. Вообще, просто... Это моя идеальная картинка. Особенно, когда солнце не светит сильно. Здесь я не могу находиться, когда сильно яркое солнце. Мне про очень печёт. А когда солнце заходит, просто божественно. А у меня сегодня вышло видео про окрошку. Я сейчас сижу, читаю ваши комментарии и отвечаю. И мы столько разговариваем про окрошку, что я вся в мучениях. Я уже вся в слюнях просто. Хотя я поела. Готов так сидеть, чтобы я без него только минуту пропустила. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А у меня сегодня эксперимент весь день на гречке с кефиром. Это для того, чтобы дать организму пинок, чтобы он начал терять вес. Ну, посмотрим, как это работает. Если работает, я вам расскажу. Смысл этой штуки в том, чтобы есть один только продукт целый день, например, только кефир, только яблоко или только гречку. Но я попробую с двумя. Один совсем скучно, да, одну гречку весь день. Я бы, наверное, могла, пока такая жара, ещё есть один кефир целый день. Но что-то я так гречку захотела. Мне подружка как раз посоветовала попробовать так. Она сказала гречка, а я сто лет не ела гречку. И прям очень захотелось. Так что... А мы поехали загорать. Я хотела устроить вообще пикник такой. Небольшой, ну, с фруктами. Но так как сегодня у меня только гречка и кефир, с собой я взяла только холодный кефир. Декстер, ты не поедешь? Нет. Бедное несчастное животное. Дексик, нет. Нет, Дексик. Бедняжка. Он очень быстрый. В общем, мы прибыли на пляж. На самом деле, очень много людей. Если увидите, вот там вот вдалеке на этой самой... Воды все стоят. В принципе, пляж сам по себе небольшой. Но мы нашли местечко. Я, возможно, даже смогу поплавать. Но, на самом деле, людей очень много. Очень много в воде. Для нашего маленького пляжа. Кстати, доказательство жары в доме. Это кокосовое масло, которое полностью растаяло. Обычно оно белое и твердое. Вот так у нас жарко. Всем привет. Мы вчера в итоге закончили после того, как мы полежали на пляже. Где-то полтора часа. Мы пришли домой и лежали на нашей солнечной кровати. Как это называется по-русски. В общем, на чем загорают круглые штуки. Валялись. Потом поели. Около нее же. Ну, в общем, так мы провели весь наш вечер. Так. А сегодня мы проснулись и решили, что сегодня поедем в город. Пойдем на какой-нибудь ланч, в какое-нибудь красивое место. Погуляем. Давно я уже не была в городе. Наверное, с того момента, как вы видели, когда мы оставались там в отеле, с того момента мы и в город больше не ездили. Декстер. Так. Декстер очень хочет пойти с нами. Ну нет, Дексечка, ты дома остаешься. Ап-ап-ап. Эй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, пойдемте гулять с нами. Наша Сергель-стория с этой башней. Мы когда сюда только переехали, здесь все было закрыто, машины не ездили, люди не ходили, фонтаны не работали. Все было на реновации. Сейчас открыли. Вечером она светит фиолетовым. В каком-то из блогов по даже мне могли это видеть. Дальше что у нас там? Все украшено какими-то штучками розовыми, желтым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это вообще самая центральная часть, наверное, здесь находится центральная станция, а где приходят там поезда, автобусы, самолеты практически. Самая занятая станция метро тоже здесь и пересаживаются. И вот там вот магазин Оллинс. Это самый большой Оллинс тоже в городе. Оллинс, это департмент-стор типа Стопмана, а в швейцарии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, сейчас мы идем на стену и площадь по-нашему, по-стокгольмскому, это хеатория. Здесь по воскресеньям блошиный рынок, а в остальные дни летом продают разные фрукты, цветы и всякую ерунду. Шляпки там разные. Вот. А, да, вот сегодня как раз воскресенье, вот, посмотрите, барахолка, полным ходом, кто любит такие штуки. Приезжайте в Стокгольм, когда можно будет приезжать. Обязательно сюда зайдите. Я помню, мы здесь с мамой гуляли, и я увидела такой колокольчик, который должен, типа, стоять на столе. И вот берешь и звонишь. Он такой красивый был. Ну, почему-то я решила тогда его не купить. Это было, по-моему, пару лет назад, я до сих пор про него вспоминаю. Думаю, да что же я его не купила. Он такой старый был, металлический, с каким-то сколом. Но такой прям классный. Я бы поставила его всегда рядом с кроватью и звонила бы, когда мне нужно, чтобы не муж что-нибудь принес, например. Так, это улица Кымсгаттен, Королевская улица. И вот эти два здания, это какое-то время были, что-то около 20 дней, что ли, или пару недель, самые высокие небоскребы в Европе. А потом что-то еще построили. Вот. В общем, мы наконец-то сели на обед, нашли место на улице, ждем наши бургеры. У нас уже здесь холодное пиво. Так, 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 колесико. У нас уже тут холодное пиво, холодное розовое вино. На улице жара. Класс. А еще, знаете, прочитала много комментариев с вопросом, когда же новая мотивация будет. Видимо, давно уже не было. Ну, я, во-первых, конечно, так не убиралась, и еще камеру передвигать записывать мне было сложно, потому что у нас дома неимоверная жара, и я убираюсь просто из последних сил, ползая практически по дому, потому что в 32 градуса, когда внутри, знаете, там не ветерка, мало что хочется делать, только когда вот прям реально уже нужно, только тогда. А вообще я стала замечать, что видео по уборке, они раньше набирали больше просмотров, чем остальные. Вот прям сразу у них был такой бум, а сейчас нет. Как будто бы стало интереснее просто повседневная жизнь и влоги какие-то там, что мы делаем с мужем, например, хотя я его и не показываю, но все равно, чем мотивация на уборку. Они вроде бы более долгоиграющие, но вот из моих подписчиков, мне кажется, всем уже поднадоела, может быть, уборка. Еще нет? Убираю один и тот же дом, ничего в принципе нового. Я даже не знаю, я когда снова записываю мотивацию на уборку, я думаю, а что я здесь показываю, что кто-то не видел? Вот скажите вашим мнением. Интересно все-таки смотреть? Я пытаюсь под разными ракурсами там делать видео, но все равно же дом один и тот же. Урак! Мы пришли наши бургеры. Это колслоу такое? А, ты не заказывала колслоу? Вкусняшка. Так, наше средство передвижения. Окей, поехали. Мы пришли на такой замечательный причал. Это все на воде находится. Потом мы хотим пойти вот там желтые катамараны и покататься на них. Класс, я люблю кафешки на воде. Пинаколады и розовое вино. Угадайте, кто что пьет. Какое из этих напитков моего мужа, а какой мой? Мы уже на пути домой. Не стали мы кататься на катамаранах. В этот раз, к сожалению, к моему большому. Я прям так хотела. Там была очередь. У меня муж очень не любит ждать очереди. Поэтому поехали домой. Он сейчас пошел искать фисташковое мороженое. Говорит, где-то нашел. Я вот его сижу в машине, жду. Поеду домой, буду монтировать влог. Что-то хотела вам сказать. Так всегда. Думаю, надо сказать, надо сказать. Потом все забыла. Ладно, я в следующий раз прям запишу. Что сказать надо? Заметки. Ой, мы на самом деле очень классно погуляли. Во-первых, мы прошлись, погуляли. А потом мы катались на самокатах с ветерком. Это так приятно, когда особенно такая жаркая погода. Ты едешь, и вот этот ветерок тебя обдувает. И народу в самом городе довольно мало. То есть даже на самокате не надо никого объезжать. Ты просто едешь себя спокойно. Очень классно. Завтра уже ожидаем дождь. Поэтому в следующей неделе будет более продуктивной по дому. Если вам это интересно на самом деле, вот напишите мне, пожалуйста, чтобы я знала, интересно уборка, либо лучше показывать влоги. Потому что я, честно говоря, не убираюсь целыми днями. и часто я делаю уборку, чтобы сделать контент. А если бы не надо было делать контент, то вообще бы не убиралась. Спасибо, что были со мной, провели со мной этот замечательный день. Я очень рада, что у меня есть вы, кому есть, что показать, рассказать. Надо мне почаще выезжать в город и показывать вам эту красоту. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok